если вы приехали в йорк не забудьте посетить улицу shambles вот как раз на которой я нахожусь если зайду по этому коридору мне ощущение что я в ком-то в кино в каких-то звездных войнах что ли и чтобы перебраться из одного берега на другой вам нужно было заплатить денежку сейчас здесь обучается полторы тысячи студентов просто быстро удобно всем привет у меня начинается очередное путешествие по великобритании я отправляюсь в город йорк с вокзала king's cross это как раз вокзал если помните в гарри поттере снимали платформа 9 и три четверти вот здесь это место а я отправляюсь йорк это северная столица англии 300 километров 1 час и 50 минут на скоростном поезде вот как раз этого вокзала а я еду туда для того чтобы посмотреть одну из самых технологичных школ великобритании и возможно и всего мира вперед поехали йорк это небольшой город на севере англии с населением 210 тысяч человек город был основан римлянами около двух тысяч лет назад и в то время назывался и баракум в девятнадцатом веке йорк стал важнейшим железнодорожным транспортным узлом где также находится национальный музей железной дороги йорк очень популярное туристическое направление великобритании и ежегодно его посещают около 7 миллионов посетителей вот и все я даже не успел заметить как я уже в йорке билет я купил не выходя из номера гостиницы через предложение train line очень удобно и просто на входе показываешь свой билет электронный который приходит на почту и вперед надпись припаркуйте своем метлу ну и вот я наконец нахожусь на территории куин этлбурга колоджей по-английски куинтлбург из колоджей в нашем российском понимании может возникнуть такая ассоциация с колледжами но это не колледж это полноценная школа и здесь принимают детей от трех лет и до 19 значит от 3 принимают детей на дневную форму обучения она постоянный бординг здесь берут детей от 6 лет бординг это когда вы можете проживать на территории школы сейчас и доступны технологии оборудования и условия для жизни студентов которые раньше было даже трудно себе представить и отдельное внимание уделяется глобальному развитию для детей здесь ежегодно организуются поездки по всей великобритании а также за границу например барселону рим нью-йорк вашингтон ты уделяют огромное внимание и учат взаимодействию с друг с другом командной работе уверенности и лидерским качеством здесь уделяют большое внимание развитию как в классе так и вне класса если вы приехали в йорк не забудьте посетить улицу шамбулс вот как раз на которой я нахожусь это старейшая улица города йорка и здесь снимали эпизоды и гарри поттера когда он покупал различные штучки для себя эта улица была основана вот в таком виде как она есть сейчас еще в 14 веке и название улицы произошло от слова лавочники в прошлом здесь продавали мясо здесь были лавки с мясом сейчас конечно же здесь нет никаких лавок с мясом да здесь сейчас бабы магазины с подарками и сувенирами но тем не менее улица очень похожие имеют тут вид который был еще в те времена кинесом сейчас здесь обучается полторы тысячи студентов из которых половина это британцы но как мне сказали что это британская половина это в основном дневные студенты которые приезжают сюда и уезжают то есть их при ухл либо привозят родители либо они самостоятельности а в данный момент я нахожусь в библиотеке в главном здании школы которому уже более двухсот лет здание это принадлежало известной английской писательниц здесь учат детей получать опыт за дверями школы участвовать в общественных мероприятиях развивать креативность культурно обогащаться изучать здоровье развиваться физически и получать лидерские качества детям здесь не просто предоставляются первоклассные условия но здесь их также учат как получить максимум от их использования спорт и здоровье это важнейшая часть жизни школы я насчитал около 20 только велотренажер еще я насчитал 30 беговых дорожек здесь а всего здесь порядка сотни еще тренажеров для фитнеса если вы подумали что это все в плане спорта то нет вот пожалуйста здесь не видно комната сейчас закрыта здесь еще порядка 30 тренажеров для велоспорта на тренажерах здесь проходят классы именно для тех кто занимается триатлоном велоспортом еще 10 столов для настольного тенниса также эта комната может быть переделана в танцевальную студию не забывайте что в йорке также находится йоркский университет который сейчас занимает двадцать первую строчку среди всех британских вузов и конечно же ссылочки на все учебные заведения в котором я рассказываю в данном видео будут доступны в описании к данному видеоролику здесь находится 30 музеев мирового уровня а самая крупная британская газета the sunday times назвала йорк лучшим местом для жизни в великобритании сейчас йорк это модный современный город который успешно комбинирует в себе историческое наследие и архитектуру дизайнерские магазины умные рестораны бары и кафе здесь находится йоркский собор который является одним из крупнейших в европе и конкурировал он с собором в городе кельне за звание самого большого собора в те времена вот но что интересно то что на самом деле здесь в йорке был не один собор да вот как раз видите вот эти разрушенные стены это не замок да это не стена какая-то это бывший также собор йоркский очень крупный и его начали строить по указу вильгельма завоевателя еще в 11 веке и закончили устроить в 13 веке по вот этим обломкам да можно понять насколько сложно было сохранять вот это вот всю культурную культурное наследие вот этот собор он был разграблен и разрушен потому что там особенно в средние века здесь шли войны всякие междоусобные и вот то что от него осталось я хочу обозначить что здесь спорт делятся на различные группы то есть спорт есть и для всех детей и спорт есть также для детей профессионалов для школьников профессионалов у которых уровень очень высокий близок к национальному уровню к примеру по регби а команда здесь по регби выиграла национальный чемпионат также команда по баскетболу выиграл национальный чемпионат если вы на очень высоком уровне тренируетесь то вашими тренерами будут бывшие профессионалы футболе или в баскетболе то есть 3 нет тренера разного уровня для разного уровня подготовки детей ну и конечно же музыкальная комната здесь стоит пианино но у детей есть отдельные комнаты вот видите дверь везде там стоят какие-то инструменты вот к примеру здесь у вас комната для практики не стоит пианино смотрите хочу вам показать что помимо бассейна здесь в школе у вас есть смотрите еще джакузи и также у детей есть возможность ходить в сауну паровая ну сейчас выключено есть паровая сауна есть финская сауна ну заходите за не буду мне и так тепло и смотрите еще одна крутая вещь я еще нигде такого не видел называется бесконечный бассейн в чем прикол то есть во первых здесь есть внутри беговая дорожка прям и вы можете бежать на беговой дорожке а навстречу вам будет поток воды усиливаться и так идет сопротивление и точно так же вы можете плыть да а вода будет вам навстречу то есть вы плывете а вас толкает назад поэтому это называется бесконечный бассейн также в школе есть профессиональный научно-спортивный центр это для тех спорт спортсменов которые входят в элитную группу и здесь значит у вас специальная диета специальное лечение проверки проверка вашего физического сердечного состояния вы можете бегать у вас сразу же на датчиках на компьютерах показывается какое у вас состояние вот так вот такие здесь технологии в школе недавно конь и тельбурга выиграла золотую медаль в национальном конкурсе за самое лучшее питание в школе а сейчас я вам покажу дом где живут старшеклассники погнали этот главный зал до главный холл где студенты старшеклассники кушают обедают и отдыхают скажем так вот это вот видите машина это настоящий мини купер который купили разрезали пополам и сделали из него вот такой огромный диван вы представляете бамблби ребята из трансформера вот этот бамблби был куплен и привезен сюда из таиланда его купили за 12 тысяч фунтов и притащили сюда лошади которых вы видели при входе в школу этот фонтан с лошадьми они также были привезены из америки каждая лошадь обошлась в 10000 фунтов чтобы привести а вся конструкция порядка семидесяти тысяч фунтов ну что вы хотите чтобы я вам показал как выглядит комната но тогда пошли вот это обычная комната на троих студентов в комнате есть все в принципе от кровати до диванов плюс есть стиральная машинка есть небольшая кухня если вдруг вам прям сильно надоело учиться учеба здесь до 4 часов вечера пожалуйста у вас есть 22 станции их так называю с playstation вот вас playstation и так также xbox компьютеры 22 штуки вот здесь вот в зале настоящий мотоцикл harley-дэвидсон вот стоит здесь также здесь есть комната для просмотра кино фильмов вот это целая коллекция здесь дисков здесь выезжают экраны сверху и вы пожалуйста садитесь с друзьями вот на диваны и смотрите фильмы вперед не забывайте что компания смапс регулярно организуют визиты в данную школу просто зайдите на наш сайт при wsmaps.ru и напишите нам или позвоните по телефонам указанным на сайте вот одно что за моей спиной он здесь был не всегда и среди вековья 1400 годах здесь его не было и здесь курсировали лодочки или небольшие паромы и чтобы перебраться из с одного берега на другой вам нужно было заплатить денежку и также вот если вы видите с одной стороны и вот здесь вот другой стороны находятся башни и находились в то время башни там были скажем так как сторожевые здесь была натянута цепь и если кто-то плыл и хотел войти по реке в город то они должны были платить сбор за проезд скажем так я хочу вам показать немножечко исторических фактов у школы буквы на талбурге вот смотрите вот эти статуи это не просто так статуи взяты да вот здесь вот там если помните в 2012 там были олимпийские игры так вот вот это эти статуи они были выкуплены после окончания олимпийских игр и игр школы и были привезены сюда есть здание у которого название олимпик корт вот сверху написано видите кольца олимпийский олимпик корт и слева и справа факелы в это факелы которые несли дети на олимпийских играх все это сейчас здесь сквозь бурга обязательно подписывайтесь на наш youtube канал ставьте лайк задавайте вопросы в комментариях впереди очень много всего нового и интересно подписывайтесь на наш канал